всем добрый день с вами компания кровь монтаж ее ведущие специалисты продолжают движение алексей да всем привет смотрите сейчас едем на диагностику мы посмотреть проблемную кровлю друзья это очень любопытно говорит что и летом протекает при дожде там гидроизоляция есть металлочерпица кровля несложная вообще интересно при дожде дом двускатный там кровля несложная и протекает сквозь гидроизоляцию очень любопытно непонятно да хотя но кровля утепленная я думаю сейчас выясним разберемся да оставайтесь с нами будет интересно что-то неожиданно дорога кончилась все асфальт закончился до асфальт закончился сейчас за нами подъедут поле как конец деревне да и леска лес классный вот вот за нами уже кто-то едет по полю по полюшку здрасте вот мы приехали на диагностику разобраться протекает кровля металлочерпица ирина что расскажите что случилось смотрите полтора года назад мы построили вот этот дом нам пришли мастера сначала одни вот неправильно чуть-чуть сделали нам потом вторые вот накрыли нам крышу в том году она у нас начало протекать внутри дома мы заметили ручейки вот они приехали подмазали что-то в этом году вот опять а в какой период его начало протекать ну так же по весне по весне то есть уже снега не было на куда и потом уже внимание не стали обращать такой спокойно уже утеплили крышу и начали жить дальше строится вот и в этом году опять мы заметили и вот они уже четвертый раз приезжают что-то подмазывают опять уезжают и опять она течет то есть вызывали несколько раз ремонтировали и не помогает ну пойдемте во внутрь у вас уже отопление есть будет еще нет вот мы только хотели сейчас штукатурить и заметили что подняли пароизоляцию и меня прям вот кружка воды вот так вот вылилась они приехали сказали что это конденсат накопился странно но другом же холодный сейчас разобрали крышу разобрал сейчас посмотрим течет именно на вот такой период потепления и вы говорите в дождь протекает ну то есть нет но мы сейчас посмотрим сейчас поднимемся снег сдержание вы думаете стыки текут вообще для меня тоже загадка дом не они отапливается и при дожде течет даже летом даже летом вот мы все комнаты разобрали вот в этой я вам скидывала видео да вот здесь вот вот эти вот все балки не мокрые были вот прям тут вот я просто не вижу сейчас вот тут все стекало и вот здесь вот как будто ручьи потом вот эта балка была тоже мокрая и на улице вот до сих пор пятна там есть но это ручейки небольшие тоже видно вот они вот эти вот пятна ну течет по балка как раз где контраб решетка если она вообще есть сейчас я залезу проверю вот и как раз гвозди пробивают это гидроизоляция и протекает вот это вот это похоже на б этого снизу оборвали это а здесь белая брусок вижу есть брусок видно что посмотрим видны сквозные щели странно и самое главное летом при дожде да ну все тогда надо сейчас месть наверх вот там вот прямо текло все мокрое на пленке видно были разводы и вот здесь вот у нас стоят эти лобовые доски мокрые залез на край крыш зазор есть все таки вентиляция хорошая гидроизоляцию вывели я не знаю как они будут делать устройство карнизного света должно быть капельник под этот брусок под пленку и под брусок загнан и 2 ходи а м двусторонним скотчем обрезать и проклеить капельнику вот это все лишнее срезать дальше уже заниматься подшивкой с этой стороны если продлить вот так линию 4 сильно опустили как бы не пролетала мимо но это уже эксплуатация покажет вот если видно вам несколько оцинковка в несколько раз свернута такие не очень стараемся мы не используем и цель на металлические более надежно где-то кашмазали видишь резинки поменяли родных поставили свои какие-то я их вижу если честно первый раз и я так думаю герметиком набитом на основе они видно было квадратные резинки вот видите сюда нужен уплотнитель говорят вот с этой стороны под последней балки с внутренней стороны течет вот косой дождь ветер вот налетает сюда спокойно вроде на все сделано по решетке но ответить уже какие что-то не ровняли сейчас попробуем заглянуть под конечек вот эту надо удалить вам обязательно ну смотрите он должен дышать во первых смотрите какой бродых здесь его практически нет вот у вас мансардная кровля конек должен дышащий отсюда вентиляция с бруска не выветриваться они его увидите запечатали вот это все надо открывать открутила лист поддернул смотрим ситуации видите контры в решетка есть длиной утепляли изнутри вот наблюдаю хали утеплитель в том месте прям такой пузо горбы ниже эти вместо видите какой вентиляционный зазор оставляет кровищики и видите уплотнителя весь вентиляционный зазор они перекрыли это что значит что конденсат влажный воздух поднимаясь вверх он не дышит здесь возвращается сейчас вот при разговоре с клиентом выяснилось все таки летом не текло сразу когда зиму после зимы они обратили внимание еще утепление не было совершено изнутри были потеки потом утеплили из-за того что дом тоже свежий он только что построен хоть даже отопление в нем и нет он не прогревался но влажности в нем достаточно в бетоне в вкладке и так далее влажность присутствует учитывая то что пароизоляция на стыках внутри не проклеена влажный воздух поднимался таскать вверх наличие конденсатора здесь здесь определенная была и все-таки клиент повторил что летом проблем не было я тоже не вижу здесь такого криминала чтобы крыша довольно таки простая двускатная ну в принципе прям течь ручьями ну нет таких предпосылок скорее всего когда наступает оттепель конденсат сошел потек где ему там позволяет гидроизоляция и вот это людей и пугает из рекомендации надо вот эту вот доску крайние доски раздвигать дело здесь зазор сантиметров 5 убирать отсюда вот эти уплотнители на этом считаю диагноз закончен необходимо обеспечить проветривание на коньке и пароизоляцию внутри уже помещения все стыки обязательно проклеить сделать там герметично чтобы в теплый воздух и влага не покидали помещение и добавить уплотнители на боковые планки то есть вы хотите сказать вот эти маурлаты торчащие они постоянно мокрые на них влага до после дождя но косой дождь видите вот там трещины в нем по всей длине туда дождик залетает потом вот с этой стороны смотрите косой вот с этой стороны если смотреть он туда бьет просто это надо но обшивать вам подбивать пластиком софитом или это самое чем имитация бруса чем вы хотите красить что ну подшить и я вам советую после фасада фасад сделайте вообще это правильный подшивку уже после фасада делать будет красивее окантовочки там подчеркнуть фасад а так если вы сделаете вам потом чем вы будете фасад делать штукатуре заляпают там и так далее ну и им неудобно будет отделать итак вы все видели дорогие друзья мы едем обратно выяснилось что все-таки клиент не объяснил летом было все нормально при дождях не тепло именно вот после земли что первый раз после земли когда кровля была не утепленная потом уже после зимы обнаружились протечки в некоторых местах там протекает и в двух словах с еще раз повторюсь что самое главное это нет вентиляции на кольке и на боковых планках нужно было уплотнитель в основном ну как бы нетерпимо кровля сделано там нормально я считаю отлично но нормально не считает мелких недостатков отсутствие капельника конденсата ну и так далее не аккуратности на самом деле укладки листов из-за спана м как бы так итак дорогие друзья надеюсь нами было интересно полезно сейчас мы едем с объекта и в этот момент у алексея родился сын и он и сейчас именно сегодня и он узнал об этом на крыше спешите поздравить пишите да друзья у меня сегодня родился сын третий итак всем пока на этой счастливой ноте сегодня мы с вами прощаемся на сегодня до свидания до новых встреч пока